Свою, видишь, дорисовываю. Да, очень красиво, вижу, вижу. Мне написалось, что она печальная пока, но она еще не до конца дописанная. А мне хорошая художница, которая очень хорошо рисует, написала, не мучайте вы ее больше, она уже закончена. Ее мнение очень полезно. Ее мнение очень полезно. Да, вот скажи, пожалуйста, как у тебя дела? Какие новости? Ну, хорошо у меня дела. Вот недавно делал вашу практику, потом я слушал одного... Я занимаюсь также даосской алхимией, и один из учителей недавно давал лекцию по поводу... Там даосские мистики, они занимаются чем? Они, когда занимаются алхимией, они работают с различными планетами. И, например, там у них есть техники по работе с Землей, Сатурном и Солнцем. Но что интересно, он когда говорил о Земле, он объяснял, что в центре Земли есть невесомость. И вот это состояние невесомости – это центр, откуда все происходит, откуда происходит манифестация всего живого на нашей планете. Что интересно я заметил, когда вы делаете вот это упражнение, да, разводить рук в состоянии невесомости, я думаю, что происходит в этот момент, человек как бы начинает центрироваться в свою внутреннюю точку невесомости, потому что у нас тоже есть центр, из которого мы все происходим. Его можно назвать сознание, Бог или что угодно, да. И это тоже точка невесомости внутри нас. Но если мы еще сознанием, как бы делая это упражнение, представляем, что мы в точку невесомости планеты Земли входим, то происходит очень мощный поток энергии. И когда человек своим сознанием начинает направлять на какое-то свое желание, то у него получается очень хороший результат. И я вот это вот обнаружил, что если вы, практикуя, вы чувствуете, что вы, двигая руками, центрируете себя в точке внутренней невесомости – это раз. А потом представляете, как вы себя центрируете в точке невесомости планетарной, то результат, он будет огромнейший и большой. Потому что я рассматриваю планету Землю как наша мать, которая питает все живое на Земле. И мы получаем подпитку, как бы мы, используя вашу технику, мы центрируемся не только в точке невесомости нашей внутренней, но также в точке невесомости нашей планеты, которая мчится по спирали видной траектории Вселенной, да, как бы. И мы получаем начинать подпитку, решение каких-то проблем. И у меня, когда вот такая вот какая-то проблема возникает, я вот так ваше упражнение делаю, центрирую себя в точке невесомости планеты Земля. И медитировать начинаю и представляю, вот какое же решение мне дастся вот этих моих проблем. Очень помогает, кстати, очень эффективная техника. А теперь мы эзотерику уберем, оставим науку. Да. Я тебе дам комментарий того, что ты сказал. Я очень рад тебя видеть, я очень рад, что у тебя все хорошо получается. И тем более я рад, что ты нашел свой образ. Тебе помогает создать внутреннюю согласованность. Да. Вот эту синхронизацию между образом, действием и состоянием. То есть и ум, и тело как бы соединил, согласовал психические и физиологические процессы через этот образ. Да. Через образ тот, что Земля внутри пустая. Пустая. Ну, это образ твой, это образ твой. На самом деле там она не пустая. Я хочу, чтобы мы науку отделили от эзотерики. Да. Потому что ты начал с алхимии. Ты стал говорить о том, что там учился у даосов. И там у них есть представление, что Земля внутри пустая. Да. На самом деле она не пустая. Вот смотрите. Она нисколько, она не пустая. Но вот есть разделение, да. Вот есть физическое тело. Я извиняюсь, что иду в эзотерику. Потому что эзотерика тоже наука. Но потому что мы глубинно в нее не идем, для нас это кажется абракадаброй. Вот. Просто вот в центр Земли вот это вот состояние невесомости. И говорят, вот это состояние невесомости и поддерживает нашу планету, вот этой вселенной. И поэтому она и движется, да, как бы по всему, по всей вселенной, вокруг Солнца. Я хочу тебе сказать, что я эзотерикой очень глубоко проникся и занимался, и изучал. Очень много образов, которые вызывают эмоциональную реакцию. Они для нас значимы. Да. Человек, перебирая разные образы, может найти такой образ, который вызывает у него резонанс. Ну, для верующих человек, для верующего человека это может быть Господь. Это Бог. Да, правильно. Для кого-то это может быть пустота внутри Земли. Для третьего человека может быть, что там внутри Земли такая плотность, такая плотность необыкновенная, что когда он делает идиомоторный рефлекс управляемый, и об этой плотности думает, у него возникает такая внутренняя устойчивость, такая внутренняя надежность, такая внутренняя крепость, такое внутреннее здоровье. То есть главное образ найти. И как раз таки принцип ключа, почему он уникален во всем мире, среди всех других методов, мы не утверждаем, делай именно так, думай именно так. Мы как раз таки помогаем человеку развивать свое мышление путем того, что он подбирает образ и подбирает действия, синхронные со своим состоянием, со своим эмоциональным отношением к чему-либо, и через это согласованность, они же называются почему? Синхронизирующие упражнения. Синхронизирующие – это значит действие, которое ты совершаешь в соответствии с собой, со своим состоянием, и когда происходит согласованность между духом и телом, возникает целостность, внутренний конфликт между душой и телом исчезает, напряжение падает, и ты выходишь на такое состояние невесомости, парения, полета. – Абсолютно. Вы абсолютно правы, потому что, как вы сказали, это образ, который лучше всего будет работать. Если вы сказали, для кого-то это может быть бог, для кого-то это может быть планета, просто в тех практиках для меня интересны образы, например, того же планетарного масштаба, потому что мы живем на этой планете, образ матери, которая питает, и это какой-то позитивный эффект. И вы абсолютно правы, и человек может то же самое сделать с другими образами. Но факт в том, что когда вот так вот происходит, это реальность проходит. – Из эзотерики переходим к науке. – К науке. – Потому что одному образу этот подходит, другому другой образ подходит. – Абсолютно. – В эзотерике, к сожалению, есть очень хорошие практические моменты, практические моменты, но интерпретации, которые там даются, они ненаучные. – Ненаучные. – Получилась такая куча мала, все, что неизвестно, все туда сброшено. А моя задача просветительская. Я человек науки, я должен объяснить, почему это работает, а вот это почему вымесыл. – Потому что очень многие люди, они, пользуясь тем, что они не различают науку от ненауки, грузят других людей. И те могут через это поверить, что Земля пустая. Как было в свое время про Гитлеры. Знаешь, была теория льда и пламени. Теория льда и пламени – это 30-е годы. Значит, она заключалась в том, что лед – это космос, холод космоса. Холод космоса сталкивается с Солнцем, рождаются луны, луны падают на Землю, и происходит мутация людей. Сейчас у нас третье поколение людей мутированных, а перед нами были какие-то великаны, а до этого были карлики, а сейчас будет третья мутация. И Гитлер в это верил. И он ждал. Он почему евреев всех уничтожал? Потому что он считал, что это не до люди. Надо почистить планету для падения этой следующей луны, чтобы произошла мутация, и возникли именно чистые арийцы. – Ну, короче, глупые идеи всякие. – Да, и пламени. – Вот смотрите, я в изотерику иду. – Извините, и там появился один человек, ученый тоже, якобы. Который наряду с этой теорией льда и пламени, он придумал, что Земля полая внутри. И что она не полная, а внутри полностью пустая. И вот этот автор теории льда и пламени, и этот, который придумал, что Земля пустая, они между собой дискутировали, и арбитром был ли этот Гитлер. – Гитлер. – Да, гитлер судья. – Да, и он их обеих выслужил, выслужил обеих. И сказал, может, вы оба и правы. Впрочем, это не имеет никакого значения. – Прозволяешь? Ну, вот это вот интересная вещь. Я хотел тебе сказать, что мне задали недавно вопрос, когда я говорил о том, что есть рефлексы. Но рефлексы – это нервная система, которая в ответ на раздражитель выдает реакцию автоматически. А я говорю, что мы ключевой доступ к управлению своим состоянием внутренним находим через управляемые рефлексы. Когда я написал «управляемые рефлексы», было такое негодование, такое возбуждение, потому что люди еще не вдумались, прочитали. Разве бывают управляемые рефлексы? Потому что рефлекс – это автоматическая реакция организма на какой-то раздражитель посредством нервной системы. Так и называется рефлекс. Отражение рефлекса. И как только он увидел слово «управляемый рефлекс», начал возбуждаться, возмущаться, протестовать и говорить, типа, что за глупец этот доктор Алиев, что он говорит. А на самом-то деле, вот эти идеомоторные рефлексы, когда ты представляешь некий образ, и в ответ на него происходит реакция автоматическая, но она же управляемая, то есть ты как раз-таки осознанно подбираешь образ, который вызывает ту реакцию, которая тебе нужна, и когда ты выходишь на состояние посредством управляемых рефлексов, ты дальше начинаешь представлять себе желаемые другие реакции, и они тоже начинают генерироваться. Абсолютно. Это есть посредник между как раз-таки психической реальностью, через состояние, которое возникает, и потом ты уже начинаешь управлять своим состоянием. Это, как говорится, и простота, и гениальность вашего метода. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Извини, я тебе одну вещь скажу. Извини, да? Очень кстати для многих, очень кстати для многих будет, потому что мне одна девушка посоветовала. Мы же там в школе человек будущего хомофутуруса все время там проводим дискуссии, и сейчас мы готовим, вместе созидаем науку человечности. Она мне совет там написала. Вы знаете, у некоторых людей, говорит, поскольку ключ это ключ к науке человечности, там, говорит, у некоторых людей они жалуются, что когда они делают идеомоторные рефлексии, не получается, руки не расходятся. А вы, говорит, возьмите, просто предложите другой образ. Знаешь, что она сказала? Что? Ну вот человек, у которого руки не расходятся, или не поднимаются, допустим, да? Ну бывает часто у человека шея там напряженная, не получается, да? Мы же и говорим принцип подбора путем перебора. Она говорит, я нашла такой образ, который многим подходит. А вы, говорит, просто скажите им, пусть положат руки, как будто на воду. Как будто на воду. Свободно положили. Причем на таком расстоянии, как удобно. А не так, чтобы держать, вот так вот, как палки. Положить на воду. И вообразить, что не руки поднимаются, а вообразить, что вода поднимается. Да. А человеку это проще, потому что он не привык доверять себе. Он привык больше к Господу обратиться, к полой земле обратиться. Я без юмора, я серьезно говорю, просто чтобы мысль была понятна. И действительно, я стал говорить, слушайте, ребята, вы просто кладите руку, как на воду, если у вас не выходило, вот так. Я говорю, положите, как на воду. Представьте себе, что вода поднимается. И когда они стали думать не о том, что руки поднимаются, а вода поднимается, им стал, у них исчез конфликт внутренний. Они приставили воду, им это было легче, и вдруг раз-раз у них руки пошли. Так вот, чем отличается, когда ты представляешь полая земля, или когда ты представляешь, что вода поднимается, от того, что ты представляешь, что руки поднимаются. Когда ты представляешь, что руки поднимаются, это ты уже на той стадии воли, когда ты по твоему желанию рука пошла. Ты представляешь саму реакцию. А когда ты, это уже ближе к тому, что ты это делаешь. А когда ты представляешь, что вода поднимается, ты все-таки ищешь посредником между своей волей и неким объектом. То есть ты ответственность свою передаешь туда. Но этот процесс такой, поступенчатый. Сначала человек вообще в эволюции и развитии не мог руку сжать в кулак, без того, что тигр на него нападает, тогда сжимался кулак. Потом он стал на следующем этапе представлять, что образ тигра, и у него сжимался кулак. А на следующей стадии, на современной, теперь он просто представляет себе, что хочу сжать в кулак, и без всякого образа, и без всякого тигра. То есть у него происходит сокращение путей между раздражителем, образом раздражителя и ответным действием. Вот это и есть появление воли у человека. Раньше он рефлекторно действовал, инстинктивно. А теперь по своему желанию. Захотел и сжал. Я понятно объясняю, да? Абсолютно, да. Очень интересно. У которых сразу не получается, чтобы руки поднимались или расходились, пусть сначала пользуются образом посредником. Например, представили, что вода поднимается, и они пошли. А потом он раз ухватил, потом он представил, что руки сами поднимаются, а потом захотел, и она сразу и пошла. Вот он сократил связи между сознанием и организмом. Воля у него расширилась. А чем больше у нас расширяется возможности воли, когда мы начинаем делать осознанно то, что раньше мы делали чисто инстинктивно, у нас увеличивается степеня свободы. Мы можем больше создавать, изобретать, быть более здоровыми и так далее. Вы очень интересно сказали. Потому что, вот смотрите, вопрос науки. Многие вещи, которые в науке сейчас являются обычным явлением, например, в прошлом веке или где-то, тоже показались бы эзотерикой. И потому что я постоянно изучаю передовых ученых, которые сейчас о квантовой физике говорят. И сейчас появляются новые теории. И все равно было бы хорошо людям начинать понимать вот эти вещи тоже. Как бы, почему я думаю, да, вот я задумался, почему думал ваша техника настолько эффективна, вот этот вот ключ. Потому что я все время здесь использую каждый день, я задаюсь этим вопросом. Потому что мы микрокозом, есть макрокозом, понимаете. Мы в себе отражаем те же самые процессы, которые проходят на большом уровне. Например, я обычный человек, но планета, например, Земля тоже как и человек, но только она другого типа, да, создания вот этого во Вселенной. И почему так становится эффективно? Чтобы людям, как сказать, надо двигаться с тем, что естественно и понятно и натурально. Например, есть вот этих вот, сейчас уже ученые обнаружили, есть теория так называемых торсионных или тороидальных полей вокруг Земли. Существуют вот такие вот поля, да. И они смотрели, германские ученые изучили, да. И когда вы в стрессе, вот это торсионное поле вокруг вас сжимается. И она исходит из центра вашего тела. Когда вы делаете вот это упражнение, вы автоматически в центр свой замыкаетесь, откуда вот это ваше поле идет. И вот это вот состояние, оно заново обновляет ваше тело. Потому что я чувствую прилив огромной энергии, когда я ухожу вот это вот состояние. И оно вот раскрывается. Просто это новый язык науки, о котором многие не говорят. И кажется, ой, это эзотерика, да, как бы. А на самом деле это естественные вещи, которые сейчас у нас, например, становятся частью главной науки, да, как бы. Сейчас это уже не эзотерика. Извини, я тебе хочу сказать. Это очень важные вопросы ты затрагиваешь. Очень важные вопросы. Дело в том, что эти торсионные поля тоже – это образ. Тоже образ. Да, и вот в этом вся путаница. Когда людям объясняют те естественные механизмы, которые у них возникают и сами, потому что человек так устроен, мозг его так устроен. Если он подберет образ, который ему соответствует, его воспитанию, миросущению, то у него получается сразу, открывается гармоничное состояние. Дай ему любой образ, но чтобы он ему подходил. И вот в этом возникает корень зла. Радик с Малором, говорят по-латыне. Корень зла. В чем заключается? Завтра ему дадут другой образ. Что бесы летают. Бесы летают. Послезавтра ему дадут следующий образ. Что оказывается, у нас есть братья по разуму на планете Альфа-Центавра. Там созвездие Альфа-Центавра. И что оттуда каждую пятницу идет сигнал. И будут говорить это в интернете, и будут говорить по телевизору, и будут говорить держите руки вот так, и ловите сигнал. Да, и люди, которые еще не в курсе нашей теории ключа, они, которые не знают о том, что дело-то в том, что это образ. И они действительно будут чувствовать сигнал, и они действительно будут покачиваться, и действительно у них будет открываться интуиция, и они будут говорить новая наука связи с мировым разумом. А на самом деле это они и сами внутреннюю работу проводятся таким образом. Да, поэтому надо приводить вот эту науку, объяснять, потому что как непонятно в прошлом были вещи, для которых у нас считается нормой, то же самое надо это вносить в словарь и обиход. Например, раньше квантовые говорили, о, это эзотерика. Сейчас это часть науки, которая исследуется и изучается. Многие вещи непонятны, да, как бы. Потому что сильные переходы происходят, поэтому они их называют квантовыми, да, как бы. Ну да, есть качественный переход. Качественный переход происходит. Поэтому я думаю, мы должны говорить на этом языке, и как бы если мы научно можем объяснять ваши методы, простым языком, вы говорите, это язык образа, чтобы не путать людей, да, как бы. Потому что все люди говорят на разных языках. Соответственно, со своим образованием, культурой, религиозным воспитанием, правильно? Но в то же время, потому что вы человек науки, я очень люблю науку, мне также интересно приводить, подводить науку именно под вот эти технологии, чтобы они были понятны. Потому что малое отражает то, что есть в большом. И вот поэтому говорится, да, как бы нам непонятны вот эти вот, вот откуда Земля берет столько энергии, чтобы миллиарды форм здесь происходили. Существует какой-то центр, из откуда все вот это происходит. И когда вы делаете вот это, вы замыкаетесь в этом центре. Это можно что угодно назвать, знаете. Но факт в том, вы замыкаете в себе, почему так происходит, и вы замыкаете в той же Земле, да, образ, если в масштабе планеты взять, происходит то же самое. Потому что где-то внутри, структурно, мы одинаковы. Да, да, законы и законы едины. Они едины для листочка дерева, для воды и для человека. Законы едины. В любой точке Вселенной одни и те же законы, называется закон тотчества. Это науке же известно. Просто сейчас вот, когда происходит эпоха перемен, мы все находимся в неопределенности, в точке бифуркации, и нам под научными, научными, как бы истинами начинают внедрять иногда некоторые люди, не зная механизмов вот этой саморегуляции, что это мост так работает, начинают внедрять, что есть пришельцы инопланетные на Земле, что есть люди, которые верят, что Земля квадратная. Или плоская. Или плоская, да. Раньше как было, раньше так было, да. Задачей науки является изучение, исследование, эксперимент, делание выводов. Я исследовал, что значит квантовый переход. На самом деле это слово квант, это относится к физике. Да, кванта, да. Квант, частица карпатского, частица света, квант. И они, переход в транс, который возникает при некотором подборе образов положения тела, дыхания, переход в транс, в качественно иное состояние, чем обычно, этот переход происходит именно, быстро происходит, при определенном подготовленном уже, допустим, соответствии. Раз и перешел, и состояние пошло, да. Был стресс, а стало хорошо. Они взяли, чтобы это психологическое явление было более доверительно воспринято людьми, назвали квантовым переходом, потому что к точным наукам доверия больше. Да. Они просто создали образ, что это квантовый переход, и этим самым сделали это явление более как бы научным. На самом деле там не квантовый переход, а триггерный переход. Это профессор Алладжалова делал исследование мозга с помощью не обычного электроэнцефалографа, а с помощью приставки она работала в Академии наук в институте психологии. И там, значит, приставка такая была, определенная камера, и этот энцефалограф со специальной приставкой зафиксировал, что когда человек переходит в транс, в гипноз, у него происходит резкий переход ритмов, но не на необычных ритмов, которые мы знаем, а на уровне сверхмедленных потенциалов работы мозга, сверхмедленных, СМПК так называемая. У нее есть статьи там опубликованные, можно посмотреть. Я их читал, вы мне их давали, вы мне говорили про это. Так вот это вот переход, она назвала триггерный, потому что триггер это что такое? Это когда вот какое-то явление накапливается, накапливается, а потом раз, новые качества, ну как переходит в качестве, триггер, триггер. Они назвали его квантовым, чтобы доверия больше было. На самом деле, к квантам вообще никакого отношения не имеет. Это чисто прием. Опять образ, опять наука что делает? Та же самая наука использует образы. Они не могут это объяснить, они берут образ. Когда частица находилась здесь, а теперь она вдруг оказывается здесь, непонятно каким образом. И поэтому говорят, вот квантовый переход произошел, да? Потому что этот образ, переход из одного состояния в другой, напоминает вот эту частицу, которая находилась здесь, а потом появилась здесь. Поэтому опять же, мы говорим языком образов. Наука говорит тем же языком образов. Кому-то, извиняюсь, кому-то, наверное, будет более понятное слово. Триггерное. Но триггер, опять, то же самое английское слово, это провоцировать. Вот. А кванта тоже самое латинское слово, частица. Она изучала, она изучала это явление, нашла на уровне сверхмедленных потенциалов, исследовала, изучила механизм переключения, и поэтому назвала триггерное. А когда говорят квантовый переход, там ничего не понятно. Да. Поэтому как раз таки для того, чтобы более и более было осознанно, что же мы делаем, поэтому существует наука. Я почему против такой простого применения эзотерики? Потому что там одновременно могут сказать, что среди нас космические пришельцы ходят? Не обязательно. Я не согласен с этим. Потому что эзотерики дали очень плохую репутацию, ее перепутали с так называемыми конспиративными теориями. Что такое эзотерика? Это скрытое знание. Как бы эзотерика, которое было знание, которое не всегда всем было понятно, раньше оно пряталось, а сейчас оно открывается и становится частью как бы основной науки. Дело в том, что о том, что ты говоришь правильно, совершенно, что все взаимосвязано и все законы едины для всего и вся, что большое и малое это как бы едино, что наверху, то и внутри. Да, это герметия, нефтика и прочее. Это правильно, но есть некоторые люди, которые это воспринимают буквально. Да. Например, он говорит, я же могу себе что-то внушить? Могу. Ну, значит, я могу, поскольку все едино, внушить на расстоянии тысячи километров другому человеку. Ну, как же ты так можешь? Ну, а как же? Закон это единый? Вот это перенос, перенос одного с другого, механический перенос, это вот недопустимый. Ладно, вот смотрите, я вам, я не буду глубоко уходить, он может внушить это другому, да? Это наука, кстати, в свое время и КГБ, и ЦРУ использовали науку, она называлась дальновидение и дальновлияние. Это реальная наука, но которая скрытая наука, ее не афишируют. И сугистология, да, так называемая, где на расстоянии производится влияние на других, и за этим тоже стоит своя наука, но опять же говорю, мы уйдем сейчас в дебри, поэтому я не буду туда уходить. Опять же, если мы знаем законы Вселенной, которые нам до сих пор многие части непонятны, мы поймем, как этот механизм происходит, да, как бы, потому что... Я все-таки занимаюсь тем, я создал ключ, да? Ты можешь мне доверять, что я не просто парень с улицы, который ни в чем не расстраивается, значит, я что-то создал, я всю жизнь этим экспериментирую, работаю, тысячи людей, которые получают результаты, то есть я что-то понимаю, правильно? Да. Поэтому ты можешь меня спросить, что я думаю по поводу телепатии, я тебе отвечу, вот ты можешь это спросить у Петрова, который работает совершенно в другой области, который вообще никогда не изучал, ни кожное зрение, ни телепатию, ни эффекты Кирлиана, ни гипноз, ничего не знает. Что происходит в телепатии? Вот вы скажете, вот из вашего опыта с таким большим количеством людей, какая у вас теория насчет этого? У меня было не меньше 20 человек, которые пари, пари со мной держали, что они имеют возможность телепатией заниматься, и они все проиграли. Ну, потому что есть люди, которые верят, не проверяя. Не проверяя, согласен. А наука, наука, это метод эксперимента. И получение того же самого результата именно после нескольких экспериментов, которые доказывают правильность этого. Если они не могут повторить это с вами несколько раз, значит это ложь. А откуда ты знаешь, что телепатия существует? А мне Ваня сказал. Я согласен, с этим не поспоришь. Я всю жизнь занимаюсь этим. Я изучал кожное зрение, я изучал телепатию, и мой сын видел закрытыми глазами, читал газету, и я тоже могу, и тебя могу научить. Повязку наденешь, я тебе скажу, как они это делают. А сыну потом сказал, а что ж ты нас обманывал? Ну, папа так интересно было, говорит. Он тогда маленький был, так интересно было. Когда вырос, я его спрашиваю, что ж ты нас обманывал? Он говорит, ну, так интересно было. Представляешь, они же вот держат вот так вот повязку черную надели, и отсюда подгладывают. Поэтому, если ты посмотришь видео, где видно, что кожное зрение, или там броников этот проходимец, которые стуки к людей обманул, они все вот так держат голову. Не прямо вот так вот черная повязка и читают, а вот так держат. Да. Да, можно просто подойти и глаза двумя пальчиками прикрыть. И все, и никто читать ничего не может. Да. Ну, так вот, я тебе хочу сказать, очень тебе благодарен, что ты изучаешь эти явления. ты сам на себе их проверяешь, ты мудрствуешь на эту тему. И вот очень хорошо, что ты пришел, и мы с тобой поговорили, и уже мы вот немножко уточнили, что очень многое зависит от образного представления. Совпадает оно с человеком или нет? Да. И движение совпадает с человеком или нет? И вот когда образы, движение совпадают с состоянием человека, его мироощущением, возникает гармония между душой и телом, он выходит на состояние невесомости, легкости, парения, свобода, и там он оздоравливается, и может создавать изобретения. Абсолютно. Я очень благодарен, очень благодарен. У нас получился очень полезный разговор. Сейчас мы его выставим в интернете, да, очень полезный разговор для нашей школы «Человек будущего холма культуры». Да. Спасибо, до встречи. Все, до встречи, Хозяй Магомедович. Давайте, до свидания. Хозяй Магомедович. Хозяй Магомедович.